Ничего не скрываем, в Казани до федерального уровня наши власти довели стратегию по ремонту дорог. Из городских клумб на грядки дачникам луковицы тюльпанов летом раздадут всем желающим. Ну а пока ждем цветения и город обалденной красоты. Это ваше дело, но лучше подстраховаться. Ивановцам предлагают вакцинироваться от кори. Особенно процедура важна для работников ряда отраслей. Бессмертный полк в другом формате. Почтить память можно не только традиционным шествием. Поплавали, выиграли медали, теперь полгода греться. Сезон зимнего плавания завершен. Студенную воду профессионалы нашли в Владивостоке. Обязательные траты. Как понять, что тебя не обманули с ценой полиса ОСАГО? Изучаем формулу расчета в рубрике «Совет». Александр Косяенко умножает одно на другое и дает ориентир перед покупкой. Внутренние планы по строительству и ремонту дорог Ивановской области доведены до федерального уровня. Наши власти уверены, что все работы будут выполнены в срок и в должном качестве. Поэтому нечего стесняться делиться собственной стратегией с другими субъектами страны. На конференции в Казани дорожное ведомство довело до всех конкретные цифры и список объектов, куда придет техника. Итак, для поддержания опорной сети Ивановской области в этом году отремонтируют 27,5 километров участков, ранее находившихся в нормативном состоянии. Кроме того, в текущем году продолжится планомерная работа по восстановлению дорог внутри городов и населенных пунктов. И к концу 2024 года необходимо достичь показательного нормативного состояния дорог на этих территориях до 75%. В муниципалитеты региона в этом году будет направлено 2,6 млрд рублей на дорожное строительство. Всего в муниципальных образованиях запланировано отремонтировать более 120 километров уличной дорожной сети. В майские праздники график выплаты пособий и пенсий в регионе изменится. 3 мая за апрель через кредитные организации перечислят единое пособие семьям с низкими доходами и родителям детей с рождения до 17 лет. 4 мая, а не 8-го, поскольку это выходной, получат пособия работающие родители по уходу за ребенком до полутора лет. 5, 12 и 22 мая произойдет зачисление пенсии и других социальных выплат на банковские карты. С 3 по 22 мая выплата пенсии и пособий через почтовые отделения. Внимание! Сельские отделения с этого месяца меняют даты доставки. Уточнить их можно по месту получения пенсии. Кроме того, социальный фонд напоминает, что с мая выплата из материнского капитала будет перечисляться 5-го числа текущего месяца за предыдущий. Десятки тысяч тюльпанов, которые высадили на городских клумбах прошлой осенью, благополучно перезимовали и уже начинают расцветать. 80 тысяч цветов хватило, чтобы украсить территории у Дворца искусств на площади Революции, в Артсквере, на площади Победы и у памятника Ленина. Цветовая гамма традиционна – красные, желтые, белые, розовые и лиловые сорта. Летом же вместо отсветших тюльпанов здесь на клумбах появятся декоративные однолетники. Выкопанные луковицы, как и в предыдущие годы, отдадут жителям города, школам, детским садам, тосам и ветеранским организациям. Хотя тюльпаны – это многолетние растения, но через пару лет они уже не дают такого равномерного цветения, чтобы их можно было использовать для оформления больших площадей. Как известно, шествия бессмертного полка в этом году не будет во всех регионах, включая Ивановскую область. Между тем, организаторы акции предлагают все-таки провести ее, но в другом формате. Например, прикрепить фото героя на стекло автомобиля или в общественном транспорте. Добавить символику бессмертного полка можно на сайте проекта polkrf.ru. Также можно разместить портрет героя на своей одежде и выложить фото в соцсетях с хэштегом «Мой бессмертный полк». Еще вариант – сделать небольшой бейдж и носить его в День Победы. И, конечно же, присоединиться к акции можно в соцсетях. Истории героев своих семей предлагают выкладывать на личных страницах с хэштегом «Мой бессмертный полк». Субтитры создавал DimaTorzok Посчитали урожай прошлого года, посмотрели объемы сбыта и выявили размер субсидий, который направляет производителям зерновых культур. По такой методике работают региональные власти, стремясь как можно быстрее довести максимальный объем государственной поддержки. Главная задача – эффективно привести посевную компанию. И хорошее финансирование аграрных предприятий может даже снивелировать возможные погодные катаклизмы. Сегодня те, кто выращивает зерно, получают 2900 рублей за одну тонну урожая прошлого года. Бюджетные деньги помогают компенсировать затраты на покупки семян, удобрения и солярки. А есть еще расходы на средства защиты растений и на физиосанитарную экспертизу зерновых культур. Всего субсидии получили 17 хозяйств, которые поделили 15 миллионов рублей. Главная же и огромная помощь пришла в аграрный сектор еще до 1 апреля, когда в эту отрасль власти перечислили 340 миллионов рублей. Первая фабрика «Авангарда» снова заработает в Иванове этой осенью. Это будет уже пятый фестиваль современного искусства. Его тема в нынешнем году – «Невыносимая легкость бытия», посвящена памяти куратора фестиваля Сергея Соловьева, искусствоведа и журналиста, который сыграл огромную роль в развитии проекта. Одним из центральных событий фабрики «Авангарда» в этом году станет совместный арт-проект музейно-выставочного центра на Советской с одним из лучших частных музеев страны – музеем АС Анатолия Зверева. На фестивале будут представлены работы уже состоявшихся известных мастеров и произведения молодых художников, в том числе из Иванова и области, а также экспериментальные арт-проекты по разным направлениям – актуальное искусство, фотографии, театр, перформанс, музыка, кино и литература. В целом фабрика «Авангарда» обещает сохранить статус одного из ярких культурных событий региона. Субтитры создавал DimaTorzok «Они там умещались только в двух небольших кабинетах, а здесь у каждого учителя есть свой кабинет». Вместе с отделом культуры мы разработали такую цветовую гамму для кабинетов и для холла. Приятно, что приняли мое какое-то видение вот этого всего. И мне больше приятно, что у нас такие помещения, работать удобно и детям очень удобно. Так как вводим сюда в школу, мы очень переживаем за то, что дети, когда идут одни без взрослых, за безопасность. И ждем этот светофор очень давно, но его как-никак мы не дождемся. Субтитры создавал DimaTorzok Тем более, что оплатить ночную экскурсию можно пушкинской картой. То есть, по сути, она будет бесплатной для юных посетителей. Музей Бурылина откроет свои двери для поздних гостей в 21 час. Запись на экскурсию в ночном формате стартовала. Число мест ограничено. Экскурсоводы утверждают, что после заката облик музея меняется. Старинные экспонаты являют скрытые смыслы, невидимые при свете дня. А подземный переход, освещенный свечами, становится подобен тоннелю в иной мир. В акции участвует не только Бурылинский музей. Полная афиша появится позже. В возрастную поликлинику номер 7 поступила вакцина от кори. Привиться в первую очередь необходимо сотрудникам учреждения образования и здравоохранения, пищевой промышленности, торговли, коммунальной сферы. В возрасте от 35 до 55 лет, которые ранее не болели и не были провакцинированы. Граждан ждут в будни с 10 до 16 часов. Необходимо предварительно взять медицинскую карту в регистратуре. Процедура, кстати, актуальна только для прикрепленных пациентов. С собой обязательный паспорт, полис, НИЛС. Три последние годы случаев кори в регионе зарегистрировано не было, но в марте этого года установлено два случая. Заболели дети из одной семьи, прибывшие из Турции. Заразившись, вовремя изолировали. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» в Ивановскую область приедут музыканты и артисты из Донецка. Эстрадно-симфонический оркестр Донецкой филармонии 16 мая выступит в Кенишемском драматическом театре, 17 мая – в Ивановской государственной филармонии. Этот коллектив самый молодой в Донецкой филармонии. Он создан в Мариуполе из числа преданных родному городу талантливых музыкантов. Оркестр представит эстрадно-джазовую программу «Папури» из Донбасса. А в конце месяца к нам приедет Донецкий академический театр «Кукол». 23 и 24 мая артисты выступят на сцене Ивановского театра «Кукол», а 26 и 27 мая – на сцене Кенишемского драмтеатра. «Кукольники» представит спектакли «Вторая смерть» Жанны Дарк и «Большая мечта маленького ослика». Соревнования в Владивостоке загрели сезон по зимнему плаванию. Для традиционного открытого Кубка Тихого океана в акватории Амурского залива Японского моря был установлен понтонный бассейн на 25 метров. Температура морской воды здесь была только 7 градусов. Как правило, сюда приезжают лучшие российские пловцы, но в этом году конкуренцию составили спортсмены из Китая и Монголии. От Ивановской области три человека. Все серьезным багажом прошлых побед. Татьяна Гавриленкова, Флюр Ахмедьянов и Александр Маругин. В итоге наша тройка увозит из Владивостока 18 медалей. Правда, золото только одно. Высший класс в очередной раз показала Татьяна Гавриленкова. Победила на практически марафонской, для таких условий дистанции 400 метров вольным стилем. И заодно установил рекорд России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Как производится расчет? Первое, конечно же, это базовый тариф. Откуда производится расчет самого полиса? Это базовая ставка, которая минимальный и максимальный порог содержит. Это максимальный порог, это 7565 рублей. И каждый страховщик для себя определяет границу минимальная, которая 1600 рублей, и максимальное, то, что я озвучил, уже сам. Для кого это зависит? Ну, конечно, это зависит от ряда факторов. То есть это, например, семейное положение, возможно, в семье. То есть это, опять же, стиль вождения автомобилиста. То есть это все учитывается. Последующий коэффициент, который применяется при расчете, это территориальный коэффициент. И наша Ивановская область сейчас данный коэффициент состоит из 1,64%. То есть это следующее перемножение, которое мы должны сделать. Последующее, значит, здесь есть градация, потому что есть еще у нас село, скажем так. То есть это иные населенные пункты. И здесь стоимость уже составляет 0,96%. То есть это снижение. Ну, еще есть кинишмы и шуя. По кинишме это у нас 1,09 и единица. То есть это по шуи. То есть, соответственно, это территориальные коэффициенты. Следующий коэффициент – это КБМ. Это КБМ, бонус, малус. Это та самая скидка за вашу аварийную и безаварийную езду, которую вы накапливаете с каждым годом. Либо она у вас уменьшается с каждым годом на 5%. Расчет производится от единицы. Соответственно, значит, если вы попадаете в ДТП и неоднократно, то может доходить до 3 и выше процентов. Это увеличение стоимости поля СОСАГО. Ну и минимальный порог, я тоже его назову, это 0,64. Это для опытных водителей, это для тех, у кого большой возраст и стаж. Следующий коэффициент – это лошадиных сил, которые есть в вашем транспортном средстве. Здесь коэффициент тоже увеличивается. Там есть определенная категория. Ну и максимальная там она получается 1,64. Следующий коэффициент – это за период, который вы можете застраховать свой полис СОСАГО. Но, как правило, сейчас страховщики берут транспортное средство на один год. И, соответственно, мы сейчас, сложив все эти коэффициенты, можно это просчитать сейчас на сайте Российского союза страховщиков. В общем доступе есть данная информация, где вы можете спокойно просчитать, подставляя тот или иной критерий, который подходит именно вам, и посчитать, сколько будет стоимость полиса СОСАГО. Здесь, конечно, вы не посчитаете за страховой компанией, так как все-таки вот этот порог, вилка, скажем так, она разнится у каждого страховщика. Ну здесь, конечно, еще немаловажный факт, что все-таки обращают на транспортное средство, которое застраховано, так как есть, скажем так, сегментация определенная, какие автомобили более часто попадают в ДТП, которые менее. То есть это есть уже отдел андрайтинга, который просчитывает, прорабатывает это все. Вот, ну, средний чек где-то в среднем получается 9,5 тысяч рублей. Ну, опять же, то есть нужно смотреть на все эти коэффициенты и уже приходить к выводу, то есть где вас, где лучше застраховать. Конечно, обращать внимание, что можно это сделать и электронно, не обязательно ехать к страховщику. Но обращаю внимание, что сейчас участились случаи, когда есть так называемые сайты-дублеры, когда полис, да, то есть вам выдается картинка, что тот же сайт, он похож на сайт официальной компании, но в итоге вам приходит некая квитанция, которую вы оплачиваете и денежные средства уходят недобросовестным мошенникам, скажем так, да. Вот, здесь нужно обязательно смотреть список сайтов, он также есть в общем доступе на сайте Российского Союза страховщиков, то есть там есть официальная информация, которая полностью вас обезопасит, куда переходить и по каким ссылкам. Необходимо обратить внимание, что, к сожалению, сейчас есть такое, что есть так называемый, как я уже говорил, это сегмент или не сегмент, когда не берут, например, отечественные транспортные средства, например, там, свыше 90-х годов, например, машина старенькая, да, то есть, и, к сожалению, не все страховщики берут ее на страхование, но это, опять же, идет в нарушении законодательства БОСАГО, после того, как вы напишите заявление в страховую компанию о том, что прошу застраховать свое транспортное средство, они обязаны вам это сделать, либо мотивированы вам должны в этом отказать. Страховать свое транспортное можно любым способом, как в электронном виде, так и физически прийти к страховщику, разницы здесь особо никакой нет, потому что в любом случае главное обратить внимание на то, что у страховой компании не отозвана лицензия, это необходимо проверить, что она находится в списке, да, в Российском союзе страховщиков состоит в том числе, то есть, основное нужно обратить на это внимание, потому что все остальные факторы, то есть, также страховая несет ответственности, как и брендовый страховщик, так и та, скажем так, малоизвестная страховая компания, ну, конечно, я считаю, на мой взгляд, что необходимо все-таки выбирать ту, у которой, скажем так, ее портфель услуг, которые она предоставляет, не только страхование автотранспорта, но и иные виды имущества, потому что это дает гарантию, что это надежный страховщик, и в случае компенсации возмещения ущерба вам не придется потом получать компенсацию от Российского союза страховщиков. В Киншме началась навигация, и первый теплоход, который принял город в 23-м году, двухпалубник Александр Свешников. На текущий сезон уже официально подтверждена остановка 185 круизных теплоходов. Получится самая насыщенная навигация в Волжском городе. В Плесе же ждут 142 корабля. К сожалению, Киншма не принимала круизных туристов до 1918 года, затем все-таки удалось вернуть город на туристическую карту. Первых туристов встречали театрализованными представлениями и прогулками по городам. В Плесе 130 человек традиционно посетили музей пейзажа, экспозиции, художественные промыслы Ивановского края, древние Плесы и Ивановская земля. А в Киншме гостей встречали актеры Киншемского драматического театра. Фигурантами уголовного дела о торговле наркотиками стали совсем юные жители Иванова. Молодой человек и девушка были задержаны с поличным оперативниками полицейского управления по контролю за оборотом наркотиков. Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ивановской области посечена преступная деятельность, связанная с незаконным оборотом наркотиков, двух жителей города Шоя, молодого человека и девушки 2003-2004 годов рождения, которые за вознаграждение от имени одного из интернет-магазинов оборудовали тайники и закладки на территории Ивановской области. Тайники и закладки – это такой традиционный ныне способ торговли наркотиками. Теневые наркодельцы вербуют, как правило, из числа молодежи бегунков-закладчиков, так называют полевых агентов наркоторговли. По оказанию координатора они делают наркотические тайники и, как правило, вскоре попадают в поле зрения полиции. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий фигуранты были задержаны. В ходе проведения осмотров участков местности, на которых они оборудовали тайники и закладки, сотрудниками полиции обнаружены изъяты пять свертков с наркотическим средством альфа-пероледина валерафенон, который является производным наркотического средства энметилофедрон. Масса изъятого наркотика составила 3,83 грамма. Расскажите, почему вы здесь находитесь? За распространение наркотиков. Какие обстоятельства вашего задержания? Ну, как вас сотрудники полиции задержали? Когда мы шли к нашей машине, мы собирались ехать. А с кем шли? С парнем. Вы вместе распространяли? Да. Ну, вот к вам подошли. Дальше что было? Ну, ничего, задержали, увезли, ничего рассказали. К моменту задержания распространители успели сделать около четырех десятков наркотических тайников. Все закладки полицейские нашли, раскопали и ликвидировали. Это те наркотические дозы, что в итоге не дошли до потребителя. Почему мысль возникла именно таким способом зарабатывать? Нужно ремонт в квартире сделать, чтобы быстрее было. Ну, на бытовые нужды, в общем-то. И как? На ремонт деньги потратили? Угу. Не боялись того, что вас поймают, вот так вот, выйдут на вас? Не думали. Не думали? А почему не думали? Заработанные на наркоторговле деньги обернулись для участников этой криминальной команды слезами. Сколько их будет пролито в дальнейшем? Наверное, немало. Сроки лишения свободы за наркоторговлю весьма велики. Как вообще на этот вид заработка вышли? Как заниматься этим начали? Мы искали работу в интернете. И только попалась работа к уренам сначала не понимала, что это. Только потом понял. Угу. Девушку решили к этому привлечь тоже, да? Ну, да. Вы и сами предложили? Ну, мы вместе как бы этим занимались. Мы нашли. Задержанные за наркоторговлю парень и девушка никаких серьезных планов на жизнь не имели. Говорят, что просто хотели стать самостоятельными и финансово независимыми. А они боялись ответственности какой-то? Боялись. Прямо, они очень сильно боялись. А потом, когда все сходило с рук, уже как-то не особо думалось. Угу. Ну, деньги голову скружили. Да. Слышали о том, что ловят таких наркозакладчиков? Да. Заработки полевых агентов наркоторговли вполне устраивали. Желаемой финансовой самостоятельности, независимости от родителей, как им казалось вначале, они добились. Да и работа сама по себе была не слишком пыльной. Ну, изначально выдают место, где находится место клада. Я его поднимаю. Мне говорят определенный район работы. И в этом я ее уже начинаю складывать. Достигнутое молодыми людьми финансовое благополучие длилось совсем небольшой срок. Вскоре наркоторговцы попали в поле зрения полицейских оперативников и были задержаны с поличным, с тяжелыми наркотиками на кармане. Не переживали как-то, что вот если поймают, ну, ей же тоже, грубо говоря, тяжело будет. Ну, не думалось в последнее время. Вот в этом все дело было. Угу. Жалеете? Очень сильно. Особенно дала понять сегодняшнюю ночь. А что сегодняшнюю ночь дала понять? Ну, проведя сутки в таком месте, но не сутки меньше, очень многое начинает пониматься. То, что невозможно было понять это раньше. Другие выходы находятся из ситуации? Да. То есть сразу начинает казаться, что все это можно было иначе как-то решить? Да, все верно. О чем больше всего жалеете? Не случилось. То, что пошли до этого года и появлял девушку. В настоящее время по факту преступной деятельности задержанных возбуждено уголовное дело. По данным федерального штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией подстоит на 3 мая в Ивановской области за последние сутки коронавирусная инфекция обнаружена у 44 человек. Госпитализированы 11 человек, выписаны 80 пациентов. В данный момент в Ивановской области лечение от коронавируса проходит 735 человек. Всего за все время пандемии в нашем регионе умерли 3272 человека. За последний день зафиксирован один смертельный случай. В стране за прошедшие сутки заразились коронавирусом 3214 человек. Умерли за сутки в России 33 пациента. Редактор субтитров А.Семкин